В завершении вывода надо заниматься развитием транспортной экономики прежде всего. Надо поддержать министра в плане освежения, оздоровления, омоложения всей отрасли. То, что он делает и демонстрирует, и сегодня один из проектов законов, который будет рассматриваться, это установление ограничений возрастного для тех, кто работает в муниципальных и государственных монетарных организациях в области здравоохранения. До этого были приняты такие же поправки, и есть ограничения для ректоров и для руководителей организаций, которые занимаются научной деятельностью. Мы от фракции ЛПР внесли подобный законопроект и считаем, что такая норма должна быть распространена на все вгупы и мупы. Для того, чтобы было кадровое движение, для того, чтобы был рост, для того, чтобы был стимул. При этом обязательно опыт, навыки, возможно заниматься научной деятельностью, преподавательской деятельностью, в обязательном порядке у тех руководителей, которые достигли 65-летнего возраста, в исключительных случаях 70-летнего возраста. Все это должно сохраниться, и законом прямо говорится о необходимости предоставления соответствующей должности. И не надо поднимать панику, что пытаются специалистов убрать и не дать возможности заниматься их профильной деятельностью. Наоборот, больше времени у таких специалистов будет тратиться именно на профессиональную деятельность, а не заниматься мусоропроводом, питанием, канализацией, трубами, водой и прочим. Поэтому развивать надо транспортную экономику, поддерживать торговлю, не трогать рынки и установить единый день свободной торговли или общероссийскую ярмарку, чтобы это была наша государственная традиция, подобные традиции есть во многих странах мира. Вот мы должны то же самое сделать, это будет серьезным импульсом для развития экономики. Спасибо.